я рада вас приветствовать на очередном эфире честно скажу что после связи с вчерашними сегодняшними новостями были сомнения вообще стоит ли проводить эфиры и и тому подобное но решила все-таки выйти в эфир а там видно будет поэтому спасибо кто нашел время и силы сегодня присоединиться и поучаствовать в эфире тем более на сегодня у меня была заготовлена собственно и заготовлена интересная икона необычная и мне хотелось о ней поговорить доброе утро очень рада всех видеть это икона у нее даже я не уверена что у нее есть какое-то прям супер растиражирование название но в целом даем называют христос хлеб жизни или просто хлеб жизни и в принципе надпись на этой иконе она этому названию соответствует надпись сделана по-гречески возможно есть такая икона и с русскими надписями но я взяла то что мне прислали на разбор она меня заинтересовала и я подумала что будет интерес будет любопытно будет не бесполезно поговорить вместе с вами об этом образе вот так эта икона выглядит хотела задать вам вопрос традиционным какие как вот вам отзывается ли эта икона какие эмоции вызывает то есть может быть наоборот не нравится вызывает куда отторжение такое потому что композиция необычная да христос сидит внутри чаши понятно что для людей в целом живущих церковной жизнью ассоциации с чашей и христом они вполне понятные и довольно таки позитивные но тем не менее композиция необычная и как я вот уже задала вопрос в анонсе эфира ничего ли не напоминает вам этот образ я вот видел уже что оксана написала да что младенец есть на иконе неупиваемый младенец чаш на иконе неупиваемый чаши и действительно так у меня тоже первая ассоциация была именно такая как будто это фрагмент икона неупиваемый чаши с взрослым христом так вижу я зависла немножко смотрю вопросы вот точнее ваши комментарии алексей пишет что отторжение не вызывает но как-то не очень у меня тоже то образ отторжения не вызывает хотя вот некое такое такое знаете ой вот такое наверное такая мне первая реакция была хотя когда я просмотрелась там проанализировала прочитала подписи спасибо алексею уточнила что я правильно их читаю то как-то восприятие мое поменялось ну то есть она стала вот это даже вот это ой в целом прошло да и я поняла что вот общем эта икона имеет глубокий смысл красивую символику хотя во прежнем я не могу сказать что я там отнесла бы эту икону к разряду тех которые мне прям очень нравится да и я бы прямо хотел вот и дома такой иконы и в храме нет наверное но иконы интересная правда иконы интересные и наполненные глубоким смыслом так сама тоже пишет что тоже не вызывает на пока не пойму свои ощущения вот наверное у меня очень похоже было впечатление от этой иконы и в том числе поэтому я решила и разобрать ну потому что да она показалась неинтересной если такие древние образцы мне не встретилась мне не встретилась таких древних образцов и в целом мне кажется что подобного рода такие символичные но как бы сложная символика есть и в древние в древнем христианском искусстве ее там даже много да даже зачастую больше чем в современной иконе или там средневековой иконе но вот такие вот знаете иконы и образы которые более такие аллегорические что ли да то есть например когда используется то есть в древнем искусстве там же символика так символика там и христос передан через символы да и посыл какие-то в основном через символы а здесь получается что что-то через символ да вот то что сейчас мы разберем да этот символ нового я думаю что для большинства из вас он уже понятен потому что мы не первый раз с вами встречаемся и говорим об иконах так вот здесь да то есть общая композиция на такая символическая мы видим часто то есть мы понимаем что реально до христа в чашу никто не сажал но при этом изображение самого христа вполне реалистично на то есть она прямо ну такое она иконографическая но именно с как бы с прицелом на некоторую портретность портретность беру в кавычки конечно но все-таки знаете не агнец там не кусок ну не не просфора там не рыба то есть это не символ от именно образ образ он человеческом образе он изображен так как он пришел в этот мир вот и поэтому вот такое сочетание она как правило свойственно более позднему времени не древнему и мне древние образцы такие не встречались если вдруг вам где-то встретиться буду очень благодарна вам за референсы и за ссылки я всегда открыта то есть это я не претендую даже если мне не встречал значит их нет вообще не совершенно не обязательно может быть они есть но просто я еще с ними не встретилась и буду благодарна вам за любую помощь в этом в этом смысле вот ольга тоже пишет что да понятно понятно и позитивная композиция очень значимая это правда композиция иконы и правда очень значимая и смущает реалистичность как пишет оксана наверное да наверное вот это вот сочетание такой символичности передачи смысла и реалистичность передачи одного из скажем элементов вот этой композиции да собственно главного элемента христа но такое такое неожиданное сочетание такие сочетания конечно встречаются в иконографии но все-таки это скажем не самый распространенный подход что же это о чем этот образ как вы думаете как бы вы как бы вы сформулировали о чем этот образ я пока переведу вам надписи которые сделаны по сторонам от нимба христа ну то есть самом небе традиционно да он сущий о омега и н около над плечами и сэхэсэ монограммы а вот над нимбом надпись которую можно в принципе считать подписью какой не хотя это тоже дополнительная по сути дополнительно сопроводительная надпись к изображению и здесь написано арта сезон и переводится это хлеб жизнь то есть если переводить дословно да то что здесь написано это будет не хлеб жизни это хлеб жизнь все в именительном падеже но поскольку для русского уха русского восприятия так формулировать название иконы было бы странно хлеб жизнь можно конечно написать христос тире хлеб и жизнь вот тогда будет ок мне кажется ну вот я выбрала вариант хлеб жизни что в принципе тоже не противоречит тому что тому что здесь изображено читаю ваши варианты что икона о причастии евхаристии вот оксана делится что когда я читаю я хлеб жизнь такой картинки у меня не возникает да у меня тоже не возникает такой картинки но правда это этот образ об этом о том что христос это хлеб жизни и этот да вот образ в том что истинная пища для нас это тело и кровь христовы да и что христос это хлеб и жизнь здесь мы с вами видим перед собой в христическую чашу слава богу что эту икону еще не нарекли неупиваемой чашей ну точнее как неупиваемая чаша название хорошие и она с вами говорили в прошлых в одном из прошлых выпусков она про тоже про христическую чашу но сегодня зачастую к сожалению многие воспринимают это как икону связанную с борьбой с винопитием и соответственно чашу это смотрят как на чашу связанные просто с неумеренным винопитием что конечно очень сильно понижает ценность образа и его именно богословскую ценность и его смысл очень сильно упрощает с этой иконой я пока такого не встречала ну да перед нами евхаристическая чаша кстати интересно да если бы была цитата я вино жизни действительно в чаше как-то вот спасибо за этот комментарий если не задумывалась да есть еще некое такое внутреннее противоречие что в чаше это обычно не хлеб а вино написано хлеб ну потому что мы перед собой видим по сути фигуру христа то есть по сути тело христово мы видим тело христово живого христа мы видим но по сути да вот тело христово поэтому наверное я думаю что вот это вот хлеб да именно связано как раз в первую очередь именно с этим христос у нас в позе оранта да с раскинутыми руками здесь изображен но еще и руки у него сложены благословляющих жестах в данном случае как раз похоже что именно благословляющих и он до находится в евхаристической чаше то есть в потире кстати форма потира тоже говорит нам о том что это ну в принципе принципе подобные формы могли быть в древности но это не самые древние формы потир так скажем и действительно эта икона она имеет очень глубокий смысловой и богословский посыл она говорит то есть евхаристический образ который по сути отражает смысл евхаристии что вот в этой чаше которая выносится в конце божественной литургии что в этой чаше выходит к нам сам христос и что причащаясь из этой чаши мы причащаемся хлеба жизни мы причащаемся вот телу и крови соответственно хлеб телу под видом хлеба да и таким образом приобщаемся вот этой вечной жизни к той жизни которые собственно и сам христос и в этом отношении вот посыл этой иконы он такой очень красивый очень глубокий но вот что касается реализации да я еще раз соглашусь с теми у кого первое впечатление одно такое неоднозначное хотя ну и как бы это не значит что если она вам эта икона прямо с первого взгляда понравилось что я как-то считаю что вы какие-то неправильные нет абсолютно и нужно также отметить здесь отдать должное мастерству исполнения икона выполнена написано красиво хорошо то есть на хорошем уровне наверное пожалуй единственное что мне здесь может не очень нравится с такой уже чисто художественной точки зрения это позем нижняя часть зеленая она такая прям как будто и валиком как валиком стену выкрасили такая слишком на мой взгляд особенно в сравнении с уровнем вот письма всех остальных частей позем какой-то уж слишком прям механически выполнен невыразительно да и вроде бы позем не самая важная часть в иконе но все-таки здесь он как-то диссонирует на мой взгляд с остальной частью иконы но выбор того кто делал поэтому тут что можно сказать это их выбор мне может нравится или не нравится вот в остальном очень красивый сделанный образ вот оксана тоже пойдем вызывает диссонанс вот и видите не я одна такая дотошная к позему он правда есть как будто знаете аппликация такая приклеенная получилось потому что все остальное очень тонко очень тонко выполнена орнамент на чаши такая-то эвхаристической причем интересно да обратите внимание что сама эвхаристическая чаша она хотя имеет такую форму скорее средневековую не самую древнюю но и не самую позднюю потому что современные потери в основном выглядит не так если вы обращая внимание на их форму они как правило выше и у них ножка длиннее яблоко то нет к более выражены и очень часто нижние вот это вот основание она по форме почти повторяет саму чашу под это даже подтянули со временем некоторую символику и это нормально что нормальный процесс когда символику потом когда осмысляет да и наполняет символами форму главное помнить что ну да что это не изначальная символика что вот ее она появилась целенаправленно так вот здесь форма другая и еще что здесь интересно если обращаем внимание на современные потери то там часто мы можем видеть в декоре там иконы или и уж совершенно точно если не какие-то гравированные иконографические изображения на потери то по крайней мере мы часто видим надпись на потери здесь мы ничего этого не видим здесь нет даже надписи здесь есть только орнамент и драгоценные камни которыми этот потир украшен а и жемчуг еще вот и это тоже интересно это скорее отсылает нас к древним чашам потому что они как как раз не имели иконографических изображений и часто не имели даже надписи хотя вообще надписи на потирах появляются довольно рано вот но и также можно здесь прошу прощения у нас пылинки какие-то меня атакуют вот не вовремя так вот это может означать что художник подразумевал или ориентировался на какой-то какие-то вопросы по этому образу какие-то еще дополнительные комментарии или будем или будем уже двигаться к завершению эфира я еще раз хочу сказать что образ несомненно интересный глубокий вот знаете когда я на него смотрела у меня было такое я не смогла до конца ответить себе на вопрос где этот образ был бы уместнее дома или в храме то есть точки зрения его смысла поскольку это все-таки евхаристический образ то вроде бы как логичнее в храме такой образ видеть но в то же время в то же время я прям с трудом могу себе в храме иконы обычно достаточно большого размера должны быть и я прям с трудом могу себе представить такой образ в храме ну как бы в храме и вроде бы то получается дом на дома но там и та же страна вот у себя я не могу представить поэтому вот мне было несмотря на то что сам образ вот не вызывает у меня отторжения и как я уже сказала наоборот в нем много внутренней красоты смысловой в том числе но вот я никак не смогла для себя определиться с его функцией судя по тому как изображено это молитвенный образ до христос здесь развернут к нам фронтально и это образ он именно про богословие про молитву скорее он не рассказывает нам там неких евангельских историй да он не повествовательный потому вот такой вот у меня здесь осталось такой момент неопределенности вот кстати вариант алексея что разместить такой образ на джерстникам алтаре вариант правда интересный согласно да потому что хлеб жизнь на как раз там где дары готовятся к присуществлению да интересная мысль правда же согласно но все-таки наверное это если выбирать я бы все-таки отнесла его больше к храмовым образом да именно по смыслу в пора посмотрю вопросы насколько часто такие иконы встречаются я бы сказала очень редко очень редко я познакомилась благодаря вот вам моим подписчикам которые присылают мне иконы на разбор вот я увидела и дальше устал смотреть ну гуглить там искать да есть такие примеры но это прям нет не часто так камень середине чаши как будто бы что-то означает нет в данном случае это именно декор это именно декор это хотя конечно вот его обрамление его обрамление можно здесь немножко про построить некоторую такую скажем до осмыслить символику но это скорее будет наш с вами гипотезы интерпретации но вот это вот обрамление жемчужины вокруг камня она имеет 8 лучей и немножечко отсылает нас к вифлеемской звезде но мифлеемская звезда в иконографии далеко не всегда восьмиконечная она часто 6 7 конечная поэтому это скорее будет наш современную же интерпретации этой восьмиконечности но правда ассоциации какие-то есть потому что тут такой супер значимый на на чашу выделяется целом это просто декор ну кстати вот да на или а пишет что дома он напоминал бы о храме и об а евхаристии до регулярно причастие в этом да кстати вот спасибо мне эта мысль в голову не приходила правда правда очень очень классная мысль оксана делится что в очередной раз думаю о том как важно такое осмысление прочувствование иконы спасибо большое я очень рада что вам это отзывается я тоже люблю на самом деле анализировать иконы и собственно вот делюсь этим с вами потому что это мне самой тоже дает очень много к пониманию конкретных образов и меняет отношение к ним вот первое впечатление она это как раз в целом иконы такая ситуация такая история где первые впечатления на вскидку она не всегда дает понять дает возможность прям вполне понять образ если особенно видишь его впервые муж тоже голосует за храмовый образ вот ну я да да я тоже целом голосую за храм образ хотя мысль на или о том что дома он напоминал боехаристии о храме она мне тоже отозвалась юлия пишет что согласно с оксаной что осмысление иконы направляет мысли и дает возможность смотреть шире спасибо вам друзья что делитесь для меня это очень ценно я очень рада что эти эфиры вот помогают вам шире смотреть и глубже понимать икону потому что ну в общем это моя главная цель и главная цель этих эфиров и вообще вот той части скажем моего присутствия в сети когда я рассказываю об иконе ну на этом будем сегодня заканчивать спасибо что были сегодня со мной что нашли время и силы присоединиться спасибо за вашу активность я желаю всем сил и стойкости и в общем чтобы все у вас у нас было хорошо надеюсь что до новых встреч все вам доброго и хорошего дня